Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаю новый влог. Он будет такой влог расхламлений. Покажу вам, какую косметику буду выкидывать. Очень много я ее в инфоберлик, который либо не пользуюсь, лежит, либо уже сроки годности подходит к концу. Итак, поехали. Начала, девчонки, с расхламления косметики. Ну и тут понеслась душа в рай. В общем, у меня вот такой вот стеллаж стоит в коридоре, да? Наверху обычно я складываю пустые баночки. Сейчас уже в пакет сложила большую часть. И смотрите, так, там у меня шарфы и шапки, сумка висит здесь. Что оставила? Здесь разложила всю свою косметику, которой пользуюсь. Тональные средства, хайлайтер. Смотрите, нашла, кстати, классные тени галактическое путешествие. В оттенке уже не увидим каком. Не, не увидим. Бесполезный номер. В общем, они красивые. Я их нашла, они еще не сгустили, хотя уже год точно лежат. Вот самые любимые помадки. Контуринг, кушон, кисти все поставила. В общем, промыла все вот эти вот штучки. У меня их две, и я решила, что мне надо три. Я еще куплю в Фикси, наверное, или Фаберлик, закажу третью. Вот сюда поставлю, расставлю еще помады самые ходовые, чтобы у меня все влезло. Так, здесь у меня карандаши, бесконечное количество карандашей, каялов, тушь одна единственная пока в использовании. Так, и что тут еще? Для ресниц сыворотка от Фаберлик, чтобы все под рукой было. Так, ну и все. В общем, вот так вот все поставила, всю косметику, которой в основном пользуюсь, да, потому что размер моей косметички меня уже просто начал пугать. Точнее, их уже три было огромных. Палетки теней, ходовые тоже, Эйвен, Фаберлик, Эвелин, да, тут два средства для обуви. Дальше расставила все духи, как видите, у меня их немного, я большую часть отнесла на работу и раздала девчонкам. Они с удовольствием забрали штук 15, ну, потому что, ну, зачем мне столько? Здесь три мужских аромата у меня стоят, вот, лакост еще, и женские, да, молекула, Фаберлик и Фраше. Так, это что у нас? Это Киллиан, Эйвен, 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 Эйвен и Фраше. Ну, в общем, вот, все. Мне, кстати, очень нравится сейчас молекулу, молекулу миксовать с Эйфраше, Матин Бланк. Такой вкусный аромат, получается вообще супер. Так, духи последние от Фаберлик стоят у дочери. Яна Стелина их себе забрала с пуховочкой, но я ими с удовольствием тоже пользуюсь. Третью полку отвела девчонки под средства для волос. Вот так их все здесь расставила. Те, которыми пользуемся. Те, которые не нравятся или уже давно стоят, повыкидывала тоже все. Тут лак мой любимый, Тафт. От Комплимент сейчас в основном пользуюсь сывороткой, она для средней убитости волос. Вот, как раз. В общем, и расчески. Поставила, знаете, во что? Такой стаканчик из-под фен-щетки, насадки. Так хорошо расчески встали сюда, ходовые расчески почистила все тоже. Вот, ну и наверху там у меня часть еще пустых баночек осталась. И сейчас покажу вам косметику, которую выкидываю. Здесь есть несколько пустых баночек, сейчас покажу вам их. Я в основном сейчас выкидываю все, потому что вы как-то не смотрите, не любите смотреть пустые баночки. Я вам только фаберлик буду снимать. А эти во влогах, может, самые интересные показывать. Смотрите, девчонки, вот такую вот маску планет спа добила. Она маска-пленка, неплохая. Ну, неплохая, просто неплохая. Закончилась такая вот умывашка от Иф Роше. Она с частичками как скрабик. Да, вот видите. Сейчас, может, удастся показать. Потому что уже прям добила до конца. Себа Вежиталь линейка, которая якобы для жирной кожи, да. Но не скажу, что что-то особенное. Вот так она выглядит. Там много-много частичек. Не скажу, что что-то особенное и какое-то впечатление произвело. Ну, вообще никак. Вот вообще никак. Как умывалки из фикса. Ни больше, ни меньше, девчонки. Поэтому брать больше не буду. Так, дальше хотела показать. Золотой шелк. Это у нас с маслом органа, гиалуроновой кислотой. Для интенсивного питания ослабленных волос. Несмывашка, двухфазный спрей. Девчонки, это великолепное средство для убитых волос. Я прям искренне вам рекомендую попробовать. Самая дешевая цена на аптеку Ру я брала. Он прекрасно подходит для милированных, блондированных волос. Убитых, жестких, да. Замечательный спрей просто. На себе, на дочери использовала. С великим удовольствием кончился очень быстро. Так, дальше. Это корейский тоник. Я вам редко говорю про Корею в пустых баночках, но вы просите последнее время, да. Это Косар Икс бренд. Очень классный, мне нравится он. На обзор они мне присылали несколько посылочек. Косар Икс бренд корейский. Классный на самом деле. Это тоник с АХБХ кислотами. Он был с распылителем. С удовольствием его допила. Просто тоник потрясающий. Выравнивает, освежает. Супер. Так, из пустышек, по-моему... А, нет, вот еще масло Эйвон. Эдванс техник. Закончилось. Точнее, знаете, как я сделала? У меня два таких масла в запасе было. И здесь осталось уже немного. И я его перелила в спрей для волос, который мне казался вот слабоватым. Слабоватым, не очень хорошо, который облегчает расчесывание. Я взяла, девчонки, вот такое количество примерно маслица. В этот спрей перелила, перемешала. И получился как раз той питательности, той консистенции спрей, а не смывашка, который мне нужен. Так что такие лайфхаки. Можно обогащать свои спреи для волос, если они вам кажутся никакими различными маслами, жидкими витаминами. Здорово. Так, и вот, вот, вот это, девчонки, прям вот понравилось. Понравилось прям очень. Это Сыдо из Фикса масочки. Здесь их было 4 штуки тканевых, коробки такой, как плавленый сырок. Я не знаю, как другие, но вот это вот увлажняющие, это просто что-то. По ребенку, потому что у нас, сужу по ребенку, потому что у нас шелушится кожа сейчас в холодное время года. Прям очень сильно, покраснение, все такое. Вот эта маска за один раз все снимает. Просто потрясающее вообще. Я буду мимо Фикса проходить, я таких прям наберу. 99 рублей, по-моему, 4 маски. Это вообще копейки, это смешно. А эффект потрясающий. Кому не нравится, что там мало пропитки, она ее много. Просто та маска, которая будет лежать сверху, конечно, у нее все стекает вниз под дон. Можно немножко оттуда взять сыворотки. Мне достаточно здесь сыворотки. Абсолютно. Маски великолепные, прям не ожидала. Так, дальше, девчонки. А, это от Ликата масочка еще закончилась. Бережное очищение. Очень крутая, кстати. Здесь она и анти-эйдж. Ликата вообще очень нравится. Так, дальше, по-моему, остался один косметоз. Смотрите, девчонки, выкидываю полный практически. Вот такой вот спрей от Марк. Я больше не знаю, какое ему применение найти. Это у нас закрепитель макияжа. Да, он полный. Но по мне, по мне, я не знаю, основа и фиксатор макияжа, он не работает и абсолютно бесполезная вещь. Абсолютно. Выбрасываю. Не хочу больше ничего захламлять. Все, выбрасываю. Надоело. Так, а что у меня здесь делает помада новая? Нет, это я не выбрасываю вен собак. Котен, это ты мне что-то тут уже перепутала. Так, тональники. Раз, два, три, четыре. Би-би-крем от ИНЬЮ с SPF еще к тому же. Он закончился, он просто закончился. Там осталась, может, совсем капелюшечка. Он классный. Он мне очень в свое время нравился. Но на зиму, допустим, когда шелушение есть на коже, он будет их все подчеркивать. Он круто матирует, но он ощущается на лице. Сейчас, когда я попробовала кушон от Фаберлик и другие бренды тональных кремов, я поняла, что, в принципе, это фигня. На самом деле фигня. Выбрасываю. И он еще желтит, имейте в виду. Его какое-то время в каталогах не было. Но, может, сейчас появился. Выбрасываю полный вербена CC-крем. Он мне абсолютно не подошел. Он совсем полный. Я его один или два раза попробовала. Артикул 0811. Он желтит по мне. Он прям такой желтый-желтый. И даже при тонком распределении он все равно остается желтым. Котен, мне нужна твоя помощь. Открутишь крышечку? Иди помогать мне будешь. Потом твою косметику будем разбирать. Смотри, вот эту крышечку открути, пожалуйста. Сейчас покажу, какой он желтый. Это, по-моему, мне вот эти тональники. Какой-то один из них точно приходил по стартовой программе Фаберлик. Сейчас, девчонки, фокус. Сейчас у нас солнышко. Сегодня весна, поэтому, наверное, захотелось уборки. В общем, он желтит. Он желтый и какой-то водянистый. То есть его нормально даже по коже не распределишь. На, закрывай, котен, и мусорку. Абсолютный комфорт. Здесь, наверное, две трети я потратила. Тогда еще я года два, получается, назад, девчонки, наверное, пользовалась тональниками почти на каждодневной основе. Наверное, мне кажется, нет такого. Хотя, я знаю, многие этот крем любят. Даже артикул не вижу, где написан. Вы видите, девчонки? Я не вижу. Шесть месяцев он. Но он лежал, я им не пользовалась. Вот какое-то время попользовалась. Потом, когда косметики уже стало предостаточно, собрались запасы. Но не было необходимости. Есть средства лучше, да? Поэтому выкидываем уже срок годности. Все. Сиси-крем, кстати, он мне понравился больше. Он практически пустой. Тут видно по упаковочке. Он с SPF 15. Мне кажется, тоже уже нет его в Фаберлик. Я так чувствую. Артикул здесь тоже не рассмотришь нигде. Угу. Он был на этикетке. Но уже непонятно. Такие. Средненькие крема. Так, что это у нас? Выбрасываю вот такой вот, как он называется, принципной корректор для лица, девчонки. Сиреневый. Потому что нет в нем необходимости. Я не пользуюсь сейчас этими средствами. Мне вот кушон Фаберлик как зашел, и я изредка пользуюсь только им. А так я вообще не люблю вот эти все тональные средства на лице. Вот так он выглядит. Я не знаю, что он хорошо будет скрывать. Вот этот именно сиреневый. Мне кажется, красноту, наверное. Синяки навряд ли под глазами. Маскирует, а пигментные пятна. Коричневый контур вокруг глаз и желтизну. Новый корректор и Фаберлик, мне кажется, это абсолютный аналог. Так, поехали дальше. Вот такая вот палеточка. Когда я пользуюсь ей на видео, вы всегда у меня спрашиваете, что это у тебя на глазах такое красивое и невероятное. Нет, ее давно уже, к сожалению, Фаберлик. Вот такая вот она красивая. 55-43 артикул. И здесь как бы много еще продукта, но у меня сейчас столько палеток, девчонки. Но вот она лежит мертвым грузом, я ей не пользуюсь. Вот этот оттенок прекрасный, он очень здорово блестит на глазах. Вот этот у меня рассыпался. Это такой же, как этот коричневый, только с шиммером тоже. Это как подложка бежевая, это пудра, это румян. Румян очень деликатный, слаборозовый. Я их не люблю. Пудра изредка пользовалась. В основном на съемку, когда лицо жирное было. И все, больше никак. Поэтому я ее выбрасываю, девчонки. Она мне не нужна больше. Так, дальше. Вот такая палеточка теней от Фаберлик. От двушки. Помните, сейчас я уже не видела их, нету, наверное. Практически не пользовалась. Вот нулевая вообще. Потому что грязнит века. Двухцветные тени для век, пленительный дуэт. Артикул даже 54-47. Вот эта тетя нагрязнит веком. Некрасивая очень. Поэтому я их попробовала. И даже вот они у меня так и лежат с тех пор. Так, дальше. Помадки. Помадки Фаберлик. Это какая? Это что? А, это, кстати, одна из первых и моих любимых помад Фаберлик. Нет ее уже, скорее всего. Нет ее давно. Потому что у меня раньше тоже, девчонки, часто на видео спрашивали. 471 артикул. Что за помадка? Освежает, здорово, красиво. Она такая увлажняющая. Она без шиммера, по-моему, да? Без шиммера. Я уже не помню, как называется эта серия. Очень красивый цвет. Такой освежающий. Но ее давно уже нет. Знаю точно. Потому что девочки часто спрашивали про нее. Срок годности. Уже все. Пора выкидывать. Нечего это все оставлять. Хлам. Так, это тоже помадка Фаберлик. Какой-то прям нюд-нюдовый. 430-58. Тоже, скорее всего, уже этого ничего нет. В общем, это, девчонки, такой вот нюд. Очень красивый. Увлажняющая губная помадка. Но тоже уже сроки все пристекли. Не хочу. Так, оттенок 430-58. Дальше погнали. Что у нас тут? Это либо первая леди, либо что? Оттенок 436. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ты-то молодец, а я-то еще не смотрела. Красная помада. Но причем такой бордовый оттенок. Не очень носибельный. Она почему-то плохо выкручивается уже. Видите, какой он красно-кирпичный. Мне такие совсем не идут. Дочь вот с ней, видимо, игралась. Может, и сейчас заберет себе, да? Нет, она слава богу. Ну и слава богу, не надо ничего забирать. Захламлять это все. Поэтому он некрасивый, кирпичный, он мне не идет. Что она у меня будет лежать? Выкидываем. Так, и вот это. Тоже плохо лежает все. Тоже плохо. Так, это 440-49. Смотрим. У меня таких помад вообще много, вот этих с зерклами. Это нюд. Почему-то она тоже не крутится уже, девчонки. Почему, не знаю. Но он какой-то тоже вообще не выкручивается. Какой-то тоже с роженой и такой коричневый. Ну-ка, нарисуй мне на руке вот тут, котен. Пожирней. Ну, подлинней. Хорош. Хорош. Вот видите. Ну, вроде бы как и ничего. Но у меня много таких очень оттенков. Уже эти лежат давно. У меня много таких оттенков. Поэтому эти лежат давно. Да, выкидываем. Так, дальше. Вот эта помада, по-моему, мне приходила Royal Samples, если я не ошибаюсь или нет. Let Age Be Made. Оттенок просто гадость. Это, Ксюша, вот ты можешь себе забрать. Она новая абсолютно. Розовая. Держи. Держи. Держи крепко. Я откручиваю. Она розовая. Но я такие не ношу. Барбишно-кукольно-розовый, да? И она матовая. Пахнет не очень. Не вкусно пахнет. Почему? Помадкой матовой. Так, дальше еще Фоберлик помада. Тоже, наверное, нет. Я уже такой 401-07. Это такой вот коралл. Смотрите, новая практически. Потому что ядреный коралл. Рядом не нарисуй полоску тоже. Помощник. Ну, не очень, конечно, хорошо нарисованный. Где у нас фокус сегодня? При естественном освещении снимаем. На камеру как-то не кажется таким ядреным. На самом деле на губах это ядреный коралл. У меня есть персиковые красивые оттенки. И этот коралл уже лежит 100 лет. Не хочу выкидывать. Теперь вот эту можно? Да, теперь вот эту. Это помада Фоберлик тоже. В оттеночке 495. Так, и она тоже мне не идет. Это какое-то бордо непонятное. Причем камера вам делает ее красной. Она малиновая. Как интересно, на некоторые помады реагирует камера. Ну-ка, черкани. Вот здесь вот, где палец, да. Побольше. Не, она вам краснит все равно эту помаду. Почему-то она малиновая. Она какая-то малиново-красно-кирпичная. Некрасивая совсем. Выкидываем? Выкидываем, конечно. Может, Миша? Может, да. Это у нас Марк Эйвен. Лайнер для губ с тату-эффектом. Гадость полнейшая. Тут с одной стороны кисточка, которой можно контур прорисовывать, да. Оттенок просто тоже. Там такие оттенки. Выбрать было не из чего. Хотелось попробовать. Он некрасивый тоже этот оттенок. А с другой стороны, как фломастер. Ну, нарисуй мне тоже вот тут рядом с малиновым. Да. Пожирней. О, тоже какой-то красно-кирпично-рыжий. Какой-то, фу, гадость. Выкидываем, да. Так, выкидываю. Девчонки тоже практически новые. От Белор Дизайн. Белоруссия, да. Подводку для глаз. Серую купила. Пару раз попользовалась. Она некрасиво совершенно смотрится, но моим глазам, по крайней мере, не подходит. Мне серая вообще не подходит. Ни тени, ничего. Тут решила попробовать. И она какая-то и не серая, какая-то, не знаю, с серебром как-то отливает. Вот такая кисточка, в принципе. Ну, тоже мне не нравится, потому что там волоски. То есть там несколько волосков. Она не такая вот, ни одна тоненькая. Да, убирай, котён. В общем, мне не понравилось. И не стойкая, совсем не стойкая. Да. Так, следующее, что покажу, это что у нас? Это тоже, по-моему, Белор Дизайн, если я не ошибаюсь. А, маркер для бровей. А, Белорис. Так. И тоже не понравился, не понравился по цвету. Черканёшь? Вот тут на руке. О, ага. Он такой, знаете, немножечко враженом и для светленьких девочек. Для моих бровей совсем он был светлым. Совсем он у меня так и пролежал. Хотя он неплох. Он стойкий, девчонки. Он действительно стойкий, но я немножко прогадалась с оттенком. Потому что брови сами чёрные, и это слишком, слишком светловато. Тушмарк уже лежит 100 лет. У дочери в косметичке уже перекочевал. Гадость редкостная. Вот это вот, которая три режима, да, типа. Перещелкиваем. Вообще не понравилось, и осыпается. Ну, я красная цена ей 10 рублей, и то бы не взяла. Конечно же, выкидываем. Так, а теперь самый лучший карандаш для бровей вам, девчонки, покажу. Сейчас у меня перманентный макияж. Пудровое напыление, да, на бровях. Вот. А так, до этого я много лет, ну, года два точно пользовалась TF Косметик. Вот этот карандаш я вам уже как-то в косметичке показывала. Броу Академии, да. И он великолепный. Здесь с одной стороны у нас сам карандаш, он, видите, какой формы? Как треугольный. То есть можно прорисовать вот этой тоненькой стороной себе бровки, а вот здесь она такая толстенькая заполнить. У меня здесь еще много, и оттенок этот очень классный. У них все оттенки удачные, очень красивые. Здесь, девчонки, даже вам не скажу, какой. А с другой стороны щеточка. Самый лучший, самый стойкий карандаш для бровей, которого хватает, ну, на полгода точно. Вы видели, какой там грифель, да. Поэтому вот очень рекомендую, кто пользуется карандашами, попробуйте вот этот обязательно TF Косметик. Я уже не пользуюсь им, поэтому они идут в мусорку. Карандаш для бровей вот этот идет в мусорку из новинок Фаберлик. У меня его заказала клиентка, не клиентка, знакомая, 5719. Ей не подошел. Сказала, что он рыжит. Мне он и подавно не нужен. Котян, полосанешь. Вот тут давай. Да, пожирней. Ну, подлиней, подлиней. Да, надо ребенка нарисовать сводчи. Научить рисовать сводчи. Кусками отлетает еще. Он ей не понравился, потому что он рыжит. Он даже не рыжит, девчонки, а как-то зеленит, что ли. Ну, какой-то непонятный. Хотя, вроде, вот на сводчи и ничего. Коричневый такой. В общем, ей не понравился. Там цена вопроса. Поэтому он у меня валялся. Я его выкидываю. Так, выкидываю вот такой бальзам от Фаберлик. Он оттеночный, с оттенком. По-моему, они еще есть в распродажах, мелькают в каталогах даже. 441, 22. Мне не очень они нравятся по питательности, но здесь красивый оттенок. Он такой приятный, шиммерный. Здесь много его. Но он давно тоже с друг годностью уже. Черканешь мне сводчик? Нет, с этой стороны, да. Посильней, подлинней. Хоррэ. Во, как мазанула от души. Видите? Но он такой вот у него. Он немножечко как выбеливает губки. Слегка и придает такое сияние бежевое. Красивый. Мне нравилось его носить на губах. Но мне почему-то по факту вот эти Фаберликовские бальзамы сушат губы еще хуже. Так, что... А, это закончилась от Vivienne Sabo. Очень классная помадка в оттеночке 218. Это безумно крутой, красивый нют. Закончилась. Так, помада от Avon. Я не знаю, что это за помада, девочки. Rose. Rose. Но, по-моему, красивый цвет. Чего я ее выкидывать собралась? Наверное, потому что их полно у меня уже. В оттенке Rose. Это какой-то красивый цвет, девчонки, да. Котен, снова сводчик. Вот эту помаду к себе можешь положить. Давай. Вот тут? Давай вот тут, да. Да. Во, посильнее. Ага. Rose. О, девчонки. Цвет, кстати, классный, красивый, да. Шиммерный, по-моему. Так, дальше что? Карандаш. Avon True Color. Какой? Коричневый. Все. Пустой. Совсем пустой. Изжил себя. Очень круто им было рисовать стрелку, девчонки. Он у меня никуда не размазывался, не растекался. Потрясающий. Карандашики, карандаши у Avon вообще очень достойные. Я им практически последние полгода только им стрелку и рисовала. Забираем. Так, выкидываю вот эти вот тени. Мне кажется, это лимитка была. Хотя, может, они еще есть в каталогах. PowerStay. Ага, совсем грамулечка там, ладно. PowerStay вот эти, да. Вот как они. Мне не нравятся, потому что они тоже грязнят века. Вот этот оттенок, он вроде как такой серо-коричневый, но он плохо смотрится. Котен еще свочет треба. Давай. Давай вот тут где-нибудь. Вот тут. Давай тут. Давай рисуй. Подлиней. Скоро все руку уже обрисую. Ну ладно, сейчас помоем. Видите, он какой-то серо-коричневый. Он грязнит века. Ты солнышко сгорожаешь, малыш. Девочкам не видно. Вот. И он кремовый, он скатывается. Ну, в общем, Г-продукт, девчонки. Г. Так, выкидываем, закрывай, котен. Так, еще один карандаш для бровей от Faberlic. В оттенке 55-29. Я брала его, по-моему, себе и так и не смогла им пользоваться, потому что он крошится. Давай свочить. Тут где-нибудь между коричневыми, да, давай. Ну, пониже. Видите? Он сразу, моментально крошится на бровях, оставляя вот такие вот пятна, куски. Я знаю, что его многие любят, но я его терпеть не могу. Я им пользоваться не смогла. Выкидываю. Так, что это у нас? Это тоже Faberlic. Каял. А что я его выкидываю-то? Не, я его не буду выкидывать, девчонки. Это коричневый каял. От Faberlic каял и Faberlic очень хорошие. Я не буду его выкидывать. Пусть пока будет. Давай в косметичку, котенок, в большую. Так, это у нас лак для губ от Faberlic. Брала чисто, ну так, побаловаться. Мне не нравится оттенок, мне не нравится то, что липкая текстура. Я их давно в каталогах не видела. 442 оттенок. Котен, поможешь открыть? Вот. И как-то так вот, чисто баловство. Давай мы за нём где-нибудь девочкам покажем. Он такой вишнёвый. Ну не надо так высоко-то пониже, вот здесь денти. Ты мне сейчас раскрасишься. Вот такой вот какой-то, я не знаю, даже как вам сказать, что это за оттенок. Непонятный. Покрытие плотное как бы, да, но он липкий, он как блеск липкий, невозможно. Так, покрытие плотное, блестящее, зрительно увеличит объём губ, всё хорошо. Но я такими продуктами не люблю просто пользоваться, побаловаться. Так, от Avon вот такая вот блажь, по-моему, это тоже лимитки были, девчонки. А здесь сверху, смотрите, был с крышкой такой карандашик, сиреневый, кремовый. А в самом тюбике у нас тени, тени шиммерные, блестящие. Вот эта быстрая вещь сломалась, и пользоваться мне ей не понравилось, такой тут как наконечник, конусом был, да, совсем не понравилось, потому что кремовый продукт, на глазах скатывается, не держится ни пяти минут, гадость. А тени, очень красивый оттенок, похож на тени Faberlic, мой любимый светлый оттенок, посвочь мне, который я вам показывала, да. Но здесь крупные блестки, все хоре, здесь крупные блестки, и они, девчонки, кусками, и они смотрятся на веках некрасиво, хотя тоже застывает приблизительно так, как тени галактическое путешествие, но сама текстура не такая приятная, неравномерная, не очень вам камера передает, но так видно, что куски, есть крупные как бы куски вот этого вот шиммера блесточек, да, которые могут потом после высыхания отваливаться, поэтому нет. Конечно, оттенок очень удачный, вот этот светлый, можно высветлять, но вот из-за этих вот крупных частичек нет, не понравилось Faberlic, он как-то равномерное свечение, а здесь нет. Так, два продукта осталось, первая это пудра Faberlic, рассыпчатая пудра воздушной фантазии 62-22 артикул. Я боюсь, сейчас опять ее открою, она у меня вся посыпется. Да нет, я сейчас открою, о, видите, как пылит жутко. Я ей практически не пользовалась, все-таки пуховка уже куда-то вывалилась, не люблю такие продукты. Она так пылит, хотя она стоит ровно, но ее вот всегда открываешь, и вот это вот зрелище. Ну и пудрами я вообще не пользуюсь раз в год, может, припудрюсь. Так, а это у нас Avon True Color. Что это? Это шарики разноцветные, такие типа хайлайтера. Ну заберешь, заберешь, только я не могу их открыть. Откроешь? Это что-то типа хайлайтера, это не контуринг, а шарики контуринга от Avon я оставила. Видите, какие? Ну я не могу найти применение как хайлайтер, но это неудобно. Сейчас много продуктов удобных, чем я буду тут кисточкой мазюкать, мазюкать, потом на себя наносить. Так они прикольные вроде были. Несколько раз ими пользовалась, и все. Ну вот дочь теперь заберет шарики, будет делаться. Ну и в принципе моя косметичка теперь знатно похудела, потому что у меня сюда не влезало абсолютно, девчонки, ничего. И у меня еще были две полных косметички, практически такого же размера. А теперь я все расставила в коридоре, и вот еще помадки и палеточки, и тенюшечки некоторые, да, вот у меня здесь лежат. Хочу еще одну подставочку купить, расставить еще ходовые помадки, периодически их менять, да, карандашик. Сейчас поставим туда тоже в карандашах. Вот и теперь хотя бы стало поменьше, стало как-то по-человечнее. Я поняла, что надо от всего лишнего избавляться. Этот хлам, этот лишний груз, он нафиг в принципе не нужен. Пусть остается только то, чем пользуемся. Ну и набирать, конечно, надо поменьше, но всегда хочется для вас новиночки тестить, поэтому берешь даже иногда то, что не совсем нужно. Ну все, мои хорошие, на этой ноте буду прощаться. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх. Всех люблю, целую, всем пока-пока.